Всем привет! На этом видео я покажу как из баз данных подставлять значение в HTML документ и получить, точнее подставлять значение в определенный шаблон, чтобы у нас был шаблон и все товары под этот шаблон подстраивались и выводились на экран браузера. У нас есть баз данных, называется MySite, это на локалке естественно. В нем есть таблица офферов и есть в них продукты. Сейчас мы переходим на наш IDE. Получается для подключения базе данных мы... Тут у меня есть шаблон, этот шаблон получается я взял из Bootstrap, из его официальной страницы, я просто взял и скопировал оттуда сюда готовый шаблон для начала, а потом добавил сюда навигацию, чтобы там не было, просто была какая-то навигация. Сейчас про Bootstrap я не буду говорить, потому что это не основная тема, а так надеюсь вы знаете, что такое Bootstrap. А если не знаете и возможно это и не важно. Получается, что у меня будет шаблон, куда будут подставляться значения из баз данных. Забираем из баз данных с помощью запроса SELECT FROM OFFERS, отправляем запрос и получаем ассоциативный массив. То есть 0, 1, ну короче наши продукты. Давайте посмотрим. Что у нас вводится? У нас вводится массив нулевой, в нем значение первого товара. И так далее. Естественно мы будем выводить не значение ID, а значение title, short description, image URL. Я подготовил изначально шаблон, чтобы подставить вот такой вот шаблон. Возьмем и подставим наш контейнер. Тут получается у нас шаблон из чего состоит. Есть вот шаблон тут. Есть изображение. Есть заголовок для товара. Есть короткое описание. И есть кнопка для перехода на страницу этого товара. Так как у нас в массиве, как вы заметили, есть нулевой, один, первый, второй и так далее. Для каждого из этих товаров нам нужно взять его изображение, его title, short description и URL. Поэтому пишем for each, products для каждого продукта, как отдельный продукт. Мы пишем продукт и его image. Короче сюда подставляется значение. И получается вот так. Давайте вардамп уберем, чтобы не мешал. Получается вот так. Товар, его изображение, его заголовок, его текст и кнопка для перехода на страницу этого товара. По сути она работает, но суть не в этом. В чем суть? В том, что автоматически подставляется код HTML. То есть генерируется. Генерируется, вот мы можем увидеть так. У нас был один div, div card call lg4. Ну вот тут мы вводим, видим его. Где? Вот. Вот наш div, по сути получается. И для каждого продукта появляется новый такой тип. Если бы у нас было там три продукта, появилось бы третий тоже. Давайте добавим. Вставить. Ну давайте так просто сделаем. Test. Image поставим такой URL. Какой он длинный. Наш там ограничение на титул. Не больше сто пятидесяти символов. А, ой черт. Что-то больше. Google, Google, ну короче возьмем другое изображение из предыдущего, возьмем так и подставим сюда изображение и там неважно там никуда он не отправляет пишем вперед, у нас появляется третий товар и мы ничего не делаем просто обновляем нашу страницу обновляем нашу страницу видим что появился третий товар естественно соответствует шаблону несмотря на то что у него заголовок маленький текста меньше и он никуда не отправляется ну все надеюсь все понятно что не будет понятно можете написать в комментарии те кто меня знают могут написать личные сообщения всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр